А дела такие, раз мы считаем Слово Божие, мы верим написанному в Святой Библии. Значит, дела идут так, а если человек не верит, дела идут в ад. Тут всё понятно. Если человек с Богом живёт, он будет стремиться душу спасти, он не будет на своём настаивать. А тут собрались ещё, самое блудное, самое негодное. Это единственное место в интернете, где сплошняком разбрат идёт. Кошмар вообще что-то творится, мы тоже сидим, смотрим. Основно дети, мужчины вообще совесть потеряли, вообще такое творят там вообще. Но всё равно мы все создания Всевышнего, и все люди, в принципе, одинаково, просто укажут свой характер. Мы свидетельствуем о любви Божией, что Иисус Христос умер за грехи людей, воскрес и зовёт людей к покаянию в грехах, чтобы жили для Бога. А для Бога не Бога, нет, всё дозволено, как в Достоевске пишет. Преград нету. Совесть не мучает. Что скажем? Всё на деле уже. Всех не научишь. Как кому? Нам повеление от Бога, говорит, идите по всему миру и проповедайте Евангелие всякой твари. Кто будет веровать, крестится, спасён будет. А кто не будет веровать, осуждён будет. Тут всё понятно. А вы сами с какого города будете? Это город Барнаул, Алтайский край. Я Лапкин Игнатий Тиханович. Мне 81 год. А мы с Подмосковья, Орехно-Зуево. Ну, понятно. Мы строим с нуля православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас нет ни абортов, ни разводов. Переехать буду, да. Да, побольше бы таких городов. Она пока наша такая деревня, одна на всю страну. Это верно. Главное, чтобы будут заблужденные люди, чтобы приходили, чтобы не заблуждали других. Вы можете зайти на наш YouTube-канал. Там всё снято, всё показано. А не подскажете название? Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Канал. А, Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». Это огромный канал. 18 с половиной тысяч роликов наших только. Ух ты. 44 миллиона просмотров. Обалдеть. Это хорошо. Ничего, мы тоже добавимся к вам, подписываемся, обязательно рассмотрим. Видите что? Мы проехали из Барнаула до Владивостока, до Лиссабона. У меня вышло из печати 38 томов книг, и Господь положил на сердце, чтобы подарить библиотекам мира. И мы проехали всю Европу, Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. 650 городов посетили. Сделали подарок, на 35 миллионов рублей подарили. О Боге, о вечности. Книги имеют особое возрождающее действие. Я много вел занятий в университетах, в школах, в милиции. Три радиопрограммы вел, и много вопросов было. Они все отвечаются на основании Библии. Что святые отцы сказали? Каноны церкви, жития святых, и мировая поэзия, литература. И вы это все найдете, если зайдете. По поводу полиции, надо часто вот такие уроки, объяснения идти, чтобы они не забывались. Да. Потому что многие полицейские, почему, ну нельзя же люди все многие ненавидят их. Потому что они иногда вот забываются, то что они рассуждают как бы людей, хотя они имеют право. Он тоже как бы, они тоже как и все ближе, да. Но они помогают тоже так же и людям, какие-то законы все это делать. Но осуждать, они и судить, тем более не имеют права. Мы были... Забываются, свои полномочиями пользуются. Бедного человека все до последнего оставлять, еще должен остается. Мы проезжали, когда мусульманские страны, вот были в Баку, ночевали в доме Мулы. Мула это у них как у нас священник. Да, я сам мусульманник. Ну вот, там мы ночевали, у нас хорошее отношение с ними. Беседовали на тему римлянам 6.23. Возмездие за грех смерть. У них очень высокий уровень образования. Мула на шести языках разговаривает, а жена на четырех. Я у себя таких даже не встречал никого. Ходили в мечеть, молились, потом пошли в храм православный. Мы свидетельствуем о Боге, о том, что предсказано в Библии, все сбывается, приближается развязка мировая. Мы из Библии знаем, как дальше события мировые будут развиваться. Ну, это от народа тоже зависит. Многие народы сейчас заблужденные, очень много. Сейчас, чем больше времени поколения идут, тем хуже все портится. Мы свидетельствуем по своей книге. Вот я с ними разговариваю, а я мусульманин. Я говорю, так мусульманин человек или нет? Смотри внимательно. Вот смотри. Я говорю, считай. Две с половиной тысячи человек уже у меня прошло, и ни один просчитать не может. Я говорю, вы такие же, как мы. У нас церковно-славянский язык, столбами люди стоят, ничего не понимают. Надо понимать. Надо исполнять. Вот я говорю, считай. Пятая сура, сорок седьмой аят, шестьдесят шестой. Там про нас христиан написано. Мы люди Писания называемся. Вот в этой книге нас называют люди Писания. А когда это было говорено, в то время Писания другого и не было нигде. Одна эта книга была. И написано, у вас есть инжил. Инжил – это Евангелие. В переводе. И мы по нему поступаем. Я эту книгу не трогаю. Вы думаете спасать. Но у меня четко и ясно сказано, что другого имени под небом нет, которым надлежало бы спасти. Деяние 4.12. Я по ней живу. Я христианин. А вот. А Галатам 1.8 написано. Кто будет другое проповедовать? Не то, что в Евангелии написано. Или ангел с неба. Или мы придем. Тому анафема. То есть проклятие. Я свою книгу читать должен. Я нахожу по ней. Это вера во Христа помогла мне выжить, где я был, в каких трудных обстановках. Мне Господь позволил, в советское еще время, 50 книг насчитать, распространить на магнитофонах. Ну, это Библия, Жития святых, Златоуста и Архипела Гулаг Солженицына. Ну, и меня власти упрятали. Я опять тюрем прошел. Вот. Меня в общей сложности 26 лет мурыжили. Гоняли, забивали. Я живой остался? Бог меня сохранил. Бог. Вот так. Он видит и все. Каждый человек. Некоторые говорят, что под крышей не видят. Это очень глубоко заблуждается этой люди. Один говорит... Нам всех все до единого чувствуют. Понимаете? До какого сила его, что каждого человека, каждое существо, каждый вот живой организм, который на земле существует, он все знает, у всех какие мысли даже. Я говорю, а как ты узнаешь, что Бог есть? А Бога нету. Вот встречаются здесь. А почему? А я его не видел. Я говорю, а ты Пушкина видел? Нет. А как узнаешь, что Пушкин был? Ну, а так. Написано. Написано. Я говорю, так а Библия написана-то. 1600 лет писалось. А 40 авторов. В Библию-то верят 2 миллиарда 200 миллионов. Это не 2 человека. И учитывая историю 2000 лет. Ну, я не знаю. Я говорю, а Юлий Цезарь был? Ну, был. Как не был? А где календарь-то? Ты пользуешься его календарем? Июль, август, сентябрь. Это он составил-то. Да, да. Не слышал вот это. Так нельзя. Я не видел это. Не видел. Ты ум свой никогда не видел. Душу не видел. Совесть не видел. Душа нет. Нет. Ну, ладно. С Богом. Всего хорошего с Богом. Просок совершил. Как? Мне Бог дал? А в Скандинавии где побывали-то? Я не был там. Ну, вы только что сказали, что прошли Скандинавию. Ну, Скандинавию-то все страны, которые Швеция, там, Норвегия, Дания. Мы... Ну, а конкретно где побывали-то? Ну, конкретно, допустим, где там были-то? В Данию зашли. Что у них там? Сейчас уже не назову даже. Копенгаген? Да, в Копенгагене. А в России где были в Скандинавии? Мы здесь проехали от Барнаула до Владивостока. Все районы, центры и города. Потом дошли до границы Лиссабона. Все государства, все прошли. И везде я дарил свои 38 томов книг. На 35 миллионов подарок сделали в библиотеке. С молитвой. Это не просто так. И все у нас заснималось. У меня Ютуб здесь в канале. Это Ютуб-канал. Большой. 18 с половиной тысяч роликов наших только. Так. Мы все снимаем. А ваших это чьих? А? А ваших это чьих? Ну, христиане православные. Мы община. Мы строим православные... А что община? Православная община. Мы строим деревню с нуля, восстанавливаем в Алтайском крае. Где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Ни одного аборта. Ни одного развода. А почему пить нельзя? Потому что пьяницы царствие Божие не наследует. Участь праведника в раю, грешника в воду с сатаной гореть будет. Вот почему. А Иисус Христал от сель пей не только воду, но и немножечко вина от болезни для здравия, для желудка. Да. Так он пишет апостол Павел к своему ученику Тимофею. Впредь пей не одну воду, но немного вина ради немощи твоего желудка. Да. У нас по уставу... Он определенный. Даже в уставе деревни записано можно. Но так как столько горя от вина, мы, вот наша группа, мы в рот не берем никакого мяса, никакого вина. Не потому что грех. Просто... Но мясо почему? Ведь тоже Иисус Христал разрешил. Так, обождите, вы правильно поймите. Если я говорю, что это грех, значит, тогда меня отлучат. Вот мы сидим в Синоде. Рядом митрополит, епископы в Нью-Йорке. И там прошла молва, что я считаю вино за грех. Митрополит наливает полный стакан мне такое темно-бурое вино. Выпейте. Я говорю, я не пью. Выпейте. Потому что говорят, что вы против вина. Я говорю, нет, ну давайте. Я взял и выпил. Я говорю, у меня жена квас готовит крепше. Засмеялись. Больше не пейте. У меня своих пьяниц хватает. Нужно доказать, что я не против... А почему вы от мяса отказались? Так, мне 81-й год. И я еще таблетки не съел. У меня сила и здоровье все еще во мне. А мясо это то, что закупоривает сосуды. Дальше. У меня пенсия до последнего времени была за 35 лет трудового стажа по трудовой книжке. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Какое мясо? И меня лишь бы ноги, говорится, не протянуть. Но я не ропщу. Мы Путина не ругаем. Мы молимся за правителя, за Дональда. У меня благодарственное от одного президента есть даже. Теперь он по-другому называется. У нас в стране... Я сейчас закончу одну мысль. В стране, в Российской Федерации, за время перестройки сделано 120 миллионов абортов. И есть только один глава администрации, который запретил аборты делать. Под уголовную статью подвел как убийство. Кто это? Подождите. Вы возрождаете деревню. Да. Правильно понял? Да. Храм построили, школу. Да, вы с общими соборцами-то. А у вас, получается, в деревне скотину вы не выращиваете? Скотина? Именно на скотине и живет. Скотину выращивает. Птицу. Матушка держала пчел. Птицы очень много. Подождите. Зачем вам птица, если вы мясо не едите? Да не у меня. Я же не один там. С чего взяли, что я-то? Я же не говорил, что я держу. Вы сказали, что у вас не курят, не пьют, мясо не едят. Это мы, которая наша группа, вот здесь, в которой живем. Мы туда ездим только. Мы там даже не прописаны. Но это наша деревня. А почему вы мясо не едите? Неполезно и дорого. А какое отношение вы тогда имеете к деревне, которую вы возрождаете? Потому что деревня, основание-то мне пришлось сложить с братом. А брат у меня священник. И поэтому мы ходатайствовали во всех органах. Деревня, это само по себе, это подворье, это скотина, это молоко, мясо, яйца, которые надо вырастить самому. Да, выращивает. У меня нет денег на это. Там выращивает это мясо, что... Все продается. Это деревня прям... Обожья. Секта там какая-то. Только не ругайтесь секта. Не надо секта. Нет, я не ругаюсь. Секта. Деревня, она деревня, она тем и живет. Да, она живет этим. А какие претензии, если живет? Они каждый вторник приезжают, их называют молочники. Они продают сливки, творог, сыр, масло делают, мясо, яйца привозят. А вы почему не делаете свое? А не надо мне, я для этого не призван. Я этим не пользуюсь. Вот наши ребята со мной, которые живут, они работают. И они покупают иногда сливки. Ну, задним столом сидим-то. Это мои духовные дети. Но я никогда пальцем не прикоснусь. Почему? У меня денег нет, я не покупаю. Весь ответ. Я обойдусь без этого. Я очень сильный и крепкий. Вот мы дорогой ездили, мы проехали на машине 120 тысяч километров. 650 городов и сел, остановок. А где деньги у вас? Денег нет? За что вы проедете? Денег на что? На одну только поездку затратили 440 тысяч. На одну. У вас же денег нет? Нету, нету. У нас сильный бог, который подает это. Бог дает с ней. Нам вот ехать надо сейчас, пробь ехать. У меня нет ничего. И вдруг утром, рано утром, телеграмма. Мы слышали, вам деньги нужны. Я говорю, а на что? Ну, вы говорили, книги издаете. Я говорю, я издал 38 томов, а 7 еще в электронной версии. Это не книжечки. Каждая книга 752 страницы. И 4 тома стихов моих по 800 страниц. Я говорю, я перестал издательской деятельностью заниматься. У нас поездка. Ну, на поездку пускай. А вы откуда? Калининград. А вы кто такой? Булкин Дмитрий. А откуда узнали? В интернет. Про вас узнали? Он узнал. Меня не спрашивает. Теперь, куда деньги переслать? И ехать у меня деньги уже в кармане. Дорогой в Швецию у нас сломалась машина. Люди во всем интернете. Великобритания, Америка за нами следят. Какая поездка. Мы папе Римскому поделили. Путину книги. Мои книги в библиотеке имени Ленина. В Москве. В исторической и в парламентской. В трех местах. Не считая людей. И в Киеве у меня. И в Харькове. И в Николаево. В Одессе. Везде книги. 650 городов посетили. И вот теперь спрашивают. А как вы смогли поехать туда туда? Не знаю. Мы когда сломалась машина в Швеции. Мы дали знать. Нам сразу из России отбили. Бросайте машину. Сейчас высылаем деньги. Покупайте иномарку такую же. И едите дальше. Я так и ахнул. И нет. Мы эвакуатор наняли. Нас через. Потом перевезли через Балтику. А тот человек в Испании. Оттуда уже с Калининграда за нами в Литву посылают эвакуатор. Нас сцепляют. Ремонтируют. Ни копейки не берут. Мы приезжаем на своей газели. Нижний Новгород. И вот представьте. Мы зашли. А там этажей пять. Примерно так. Ну может меньше чуть-чуть. И мы мешаемся там. При входе. Они говорят. Знаете. Вы уйдите. Я говорю. Нам нужен главный инженер. И главный конструктор. И желательно директора. У нас поломка стучилась. Ваша машина. А мы взяли-то новую. Да. Но я отошел. Нас пока не примут. Давайте в сторону. Мы встали. И давай молиться. А когда мы молимся. Мы кланяемся. Православные. А в конце поднимаем руки. Открывая глаза. Три человека перед нами стоят. Это вы приехали издалека? Я говорю. Да. Я главный инженер. Он говорит. Я главный конструктор. Мы не трогали. Мы не говорили. Та, которая на вахте стоит. Она уже сказала. И дальше они нас обихажили. Сразу нас на первое место. Садится механик. Слушает, как моторы работают. Обед наступил. А они нам там принесли колбасы всего. А мы на улице там где-то сидим. А машина наша уже разобранная. А это их детище. Я говорю. Мы не едим. У нас среда сегодня. А что же это? Я говорю. Постная. Мы можем там орехи. Там земляника. Или помидоры. Они убежали. И опять тащат. Из ресторана. Я не знаю. Ресторан или ты столовая там в заводе. Не в заводе даже. Ну да. Тут завод как бы рядом их. Как они нас обиходили. Я говорю. Мы на этой машине проехали. Мы так рады. Но они говорят. Лопнула шестеренка. Подавая. Трансмиссия где-то. Это не наше. Это ульяновский завод поставил нам. Я говорю. А в Австрии. Когда мы были. Перед нами на колени становились. Газель. Россия. Путин. Газель. Россия. Путин. И мы везде выступали. 650 городов. За рубежом. И везде мне пришлось слово говорить. Это Бог делает. Ну понятно. Ну удачно. Здоровья. Я хочу сказать. Что вы мне понравились. Вы хотите. Если с нами встретиться. Зарядите в скайпе. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Вы не пожалеете. Там у меня форум есть. Сайт. Которого в мире нет равных. Там 50 книг моим голосом начитанные. Я насчитал в первой стране архипелагу. ГУЛАГ распространил. И меня отправили. Я пять тюрем прошел за это. И лагерь заплатил. Теперь реабилитирован как политзаключенный. Религиозный. Подвели политическую статью. У меня написано там. На Обленине. Стоит свой рот ощереп. Повет у птиц подставил голый щереп. Вождь атеистма. Сонмище иуд. Вы стихи любите? Очень. Могу рассказать стихотворение свое. Надо заканчивать беседу. У нас беседа может слишком затянуться. Ну, еще. Ладно, удачи вам. Вы на наш ютуб заходите. На наш ютуб заходите.